Здравствуйте, Александра. Вы веганка или почти веганка? Я веганка в большинстве случаев, на 99%. А вы Тудор? То же самое. В основном веган. Сколько я себя помню, мне никогда не нравился вкус мяса. Я всегда ела его без особого желания. Меня отталкивал вид костей, кожи и всего, что напоминало о том, откуда это мясо взялось. Для меня это было первым знаком того, что это не для меня. Я родилась в Румынии, и традиционная еда там включает в себя довольно много мясного. Но мои родители не готовили традиционную еду. То, что мы ели дома, изменилось довольно сильно после нашего переезда в Канаду. Туда мы переехали, когда мне было 4 года. Ребенком в Румынии я постоянно ел мясо. Это было частью нашей культуры и традиции. Но мне никогда это не нравилось. Мне кажется, было бы сложно чувствовать себя частью этой культуры, если не есть мясо и не пить молоко. В Канаде у нас внезапно появился доступ к намного более широкому выбору продуктов. В какой-то момент моя мама решила, что наша семья больше не будет пить коровье молоко, и стала покупать для нас столько миндальное. Но мне и так уже с детских лет не нравился вкус коровьего молока. За этими переменами вскоре последовали другие. Когда мне было 15, я уехала из дома, чтобы заниматься балетом более интенсивно. В Оттаве, где жила моя семья, не было хороших балетных школ. Первый год я жила с одной семьей, а на второй год переехала к другой. Они обожали большие семейные застолья. Каждое воскресенье они готовили целую индейку на ужин. Дошло до того, что я испытывала отвращение. Я не могла выносить запах в доме, не могла смотреть на то, что они готовили. Поворотным моментом для меня стал тот день, когда однажды они приготовили такос с говядиной. После этого у меня случилось сильное отравление или аллергия. И с тех пор лишь одна мысль о том, чтобы снова есть мясо, приводила меня в ужас. Когда мне был 21 год, я переехал в Торонто, чтобы присоединиться к труппе национального балета Канады. Там я подружился со старшим танцором. Он был веганом. Он вдохновил меня впервые задуматься о веганстве. И показал, что такая диета полезна, вкусна и легко осуществима. Через год я переехал в Калгаре, в Канаде, где встретил Алекс. Начинай. На тот момент я танцевала в труппе в Калгаре уже три года. И тут однажды в январе Тудор пришел на прослушивание. Он получил место в труппе. Я не знал, что там был еще кто-то из Румынии. В основном мы просто тренировались в студии вместе. Да, где-то два-три месяца. А вне репетиции мы вместе проводили время на природе. Тудор впервые открывал для себя западную Канаду. Вместе с труппой мы поехали в турне на две недели. И это очень помогло нам сблизиться. На тот момент мы встречались около месяца. Я была вегетарианкой уже долгое время. Когда я жила в Вашингтоне, это был примерно 2008-2010 год, я с головой ушла в сыроедение. Я узнала о фрукторианцах, тех, кто питается только фруктами. Иногда я ела только сырые фрукты на протяжении нескольких дней и чувствовала себя прекрасно. Было трудно в первый день, на второй день было все еще тяжело, но на третий день я чувствовала себя здорово и могла продолжать. Но, конечно, мы все люди, и с моей очень тяжелой работой иногда из-за стресса и недостатка сна или даже тоски по дому из-за всего этого было сложнее строго придерживаться диет. Ведь еда – это источник комфорта. Поэтому иногда мне было сложно придерживаться сыроедения. Однажды я заметила, что когда я не пью коровье молоко на протяжении долгого времени, а потом снова пью, мои суставы начинают болеть. Я чувствую себя хуже, устаю быстрее и теряю привычную эластичность мышц. Моя работа, такая огромная часть моей жизни, очень важна для меня. И она не в удовольствие, если не чувствуешь себя прилично. Конечно, нельзя избежать боли время от времени, но чем меньше, тем лучше. И да, я считаю, что молочные продукты вызывают воспаление и боль в суставах. Это очень плохо для атлетов. Веганская диета и особенно сыроедческая через некоторое время приносят чувство очищения изнутри. Пищеварение проходит легче, когда вы едите живую пищу. Овощи и фрукты, они живые. И орехи, особенно если их прорастить. У них есть сила и энергия, которые становятся частью вас. Они дают вам чувство легкости. Это помогает чувствовать себя более одухотворенным, быть ближе к своему сознанию, ко всему нематериальному в этом мире. А танец — это нематериальное. Это духовное, эмоциональное, человечное, направленное на осмысление. Чем лучше вы себя чувствуете, тем ближе вы к самому себе и своим чувствам. Тем честнее вы можете быть в своем танце и в том, как раскрываете разные роли. И я думаю, что зрителям это ближе. Сначала я не был уверен, что хочу полностью перейти в вегетарианство. Я думаю, поначалу я сильно опасался, что мне не будет хватать питательных веществ. В первый раз я проиграл сам себе. Но я не мог принять свою слабость и то, что не смог принять решение. Раньше я курил тоже, на протяжении нескольких лет. Но когда ты принимаешь решение бросить курить или перестать есть мясо, ты просто должен это сделать. Потому что если ты съешь его немного сегодня, завтра ничего, а потом кучу стейков через несколько дней, никакой разницы не будет. Большинство атлетов завершают свою карьеру самая поздняя, в 35 или 40 лет. Но я хотел бы танцевать и после 40. Я знаю, что если буду вести здоровый образ жизни, это будет возможно. Однажды я сказал себе, что больше не буду есть мясо. Я уже перестал пить молоко за пару лет до этого. Это произошло, когда я переехал в Чехию. Мне было 23 года. Мы разговаривали по телефону каждый день, обменивались рецептами. Таким образом, помогали друг другу питаться более здоровой пищей, больше готовить. Намного легче, когда с вами кто-то, кто поддерживает и разделяет ваши убеждения. Мне кажется, что у людей меньше предубеждений в Канаде, чем в Чехии, по крайней мере, пока. Но я изменил свой образ жизни только когда переехал сюда, а не раньше. Потому что я не знал многого об окружающей среде, о глобальном потеплении, о том, как обращаются с животными. В детстве я довольно часто была в контакте с животными. Каждое лето на три месяца я возвращалась в Румынию на каникулы, чтобы провести время с бабушкой и дедушкой. С ними мы часто выезжали на природу. Одним летом меня сильно потряс случай, когда на моих глазах убили индейку, а затем приготовили ее. Я думаю, что никогда не смогу это забыть. У меня и так нет сомнений в том, что я не буду снова есть мясо. Но я просто никогда не забуду тот момент, потому что мне было безумно жаль эту птицу. И никто вокруг меня не понимал тогда, почему я так расстроена. Ведь это было что-то обыденное, что они делали всегда. Но мне было грустно, потому что я видела, что у нее были отложены яйца, я видела ее внутренние органы, когда они ее потрошили. И я подумала, чем же это отличается от того, когда убивают людей. Для меня разницы нет. Мне было любопытно, как я буду себя чувствовать, если не буду употреблять продукты, приготовленные из живых существ. Алекс делилась со мной тем, что знала, и своими мыслями. Я тоже старался узнавать об этом. Было намного легче перенять вегетарианство и затем веганство, отбросив предубеждение. Коллеги не всегда поддерживают наш выбор. Люди, которые видят вас каждый день, могут посмеиваться и воспринимают вас так, как будто вы делаете это на показ или чтобы показать, что вы лучше других. Но это не так. Вы делаете этот выбор для себя и для планеты. Я чувствовал себя немного, как в старших классах школы. Надо мной подсмеивались, задирали. Люди часто не смотрят по сторонам и не видят, что лучше или хуже для них самих и для окружающей среды. В нашей балетной труппе танцоры часто ходят вместе на ужин после выступления. Например, вчера вечером у нас было два представления, и после них мы пошли вместе ужинать. Мы уже были там раньше. И кроме напитков и вегетарианских опций, и для нас там вариантов не было. Если я хочу что-то строго веганское, сложно найти что-то, когда мы в компании с коллегами. Я никогда не пытаюсь навязать людям свой выбор, который считаю правильным. Я просто всегда стараюсь вдохновить их. Если они восприимчивы, я рад. А если нет, то я просто иду дальше и делаю то, что лучше для меня и для планеты. Когда работаешь по 10 часов, 6 дней в неделю, немного тяжело заряжать себя. Иногда у меня не хватает времени, когда мне нужно быстро перебежать из одной студии в другую. Кроме той еды, которую я ем, салатов, горячей пищи, у меня всегда с собой шейки. Протеиновые, конопляные, смешанные с кусочками бананов, авокадо, овсяными хлопьями, семенами чия, ягодами годжи. Все это суперфуды. Они насыщают на добрых 2-3 часа. Всегда задают один и тот же вопрос. А где вы берете белки? И просто приходится показывать состав ингредиентов и говорить, вот, смотрите, здесь намного больше белка, чем в вашем стейке или в том, что вы там едите. Здесь стало намного лучше с тех пор, как я переехал. Сейчас, как минимум, вегетарианские опции есть везде. В Праге довольно много уличных рынков, где можно купить свежие овощи. Там также бывает выпечка, и недавно появились безглютеновые веганские киши. Основу для них готовят из молотых орехов и безглютеновых зерен, а начинку из шпината или копченого тофу. Я люблю веганские бургеры с чипсами из батата. Котлеты для таких бургеров делают из бобов или нута, чечевицы, шпината, брокколи, орехов. Все это можно смешать и приготовить котлеты. Ты их готовишь? Нет, но Алекс готовит. Здравствуйте, Александр. Вы веганка? Или почти веганка? Я веганка в большинстве случаев, на 99%. А вы, Тудор? То же самое. В основном веган. Это удивительно. Теперь, если вы упомянули, что вы веган, то вам чаще говорят я тоже. И не будет такой реакции. Что? Что это такое? Почему? А что вы едите? Я помню одного рыбака, который пришел на наше мероприятие и потом стал веганом. Для нас это был большой успех, потому что люди, которые непосредственно убивают животных, задумываются и меняют свое отношение к этому. Я помню одного рыбака, и меняют фермер. Субтитры создавал DimaTorzok